Комиссия во главе с первым заместителем председателя правительства Ульяновской области Екатериной Уба побывала с проверкой в спортивно-оздоровительном лагере «Ласточка», который был временно закрыт после введения режима чрезвычайной ситуации в регионе. В настоящее время учреждение открыто и на его территории проходит четвертая смена. Мы сегодня находимся на территории хорошего, очень замечательного лагеря. Тут спортсмены, традиционные спортсмены. Люди, конечно, в принципе, организованные, дисциплинированные. И поэтому очень надеюсь, что у них действительно нет таких вопросов. Ну, во всяком случае, не видно, что тут какие-то есть претензии, потому что от порядка в комнате до вообще дисциплины, которая, в принципе, невооруженным глазом видна. Во вторую смену лагерь настигла стихия. Были повалены деревья, поломаны многие турники, ограждение, повреждена кровля. Лагерь смогли восстановить в короткий период. На неделю позже, 22 июля, сюда въехала третья смена детей. У нас здесь, как знаете, в старые добрые времена была комсомольская стройка на самом деле. То есть у нас абсолютно со всех спортсменных школ были работники. Соответственно, и спортсмены взрослые, и бывшие воспитанники уже взрослые. И даже управление образованием учителя приезжали нам помогать. То есть я вот по моим подсчетам где-то около 400 человек у нас в общей сложности принял участие в субботниках. Когда смотришь на территорию лагеря, с трудом верится, что буквально месяц назад здесь сплошь и рядом лежали деревья. Об этом свидетельствуют фотографии, которые продемонстрировала проверочная комиссия руководства лагеря. То, что было после урагана, и то, что стало. Деревья проломили и погнули в совершенно новую баскетбольную площадку, о которой в лагере так давно мечтали. Ее восстановили, но следы урагана кое-где остались. К сожалению, после урагана в лагере появились запрещенные территории. Воспитатели следят, чтобы туда ни один ребенок не попал. Так под запретом оказался пляж. Спуск к Волге буквально сполз в воду. Лестница практически полностью находится в воде. Как такового пляжа нет. Уровень воды из-за обильных ливней значительно поднялся. Уже в сентябре, после того, как завершится последняя лагерная смена, начнется устранение всех недочетов, которые остались, в том числе восстановление спуска к Волге. Но дети не расстроены. У них очень плотный график. День начинается с обязательной зарядки. У каждого по две тренировки в день. Кроме этого, есть масса культурно-массовых мероприятий. В 9 часов вечера каждый день проходит дискотека. Тут мне очень нравится. Несмотря на то, что был ураган, тут все очень хорошо восстановили. Все спортивные турники, все, что нужно для нашего вида спорта, все тут есть. Очень весело и здорово. За время третьей смены в летних лагерях области отдохнуло около 10 тысяч детей. В этом году особое внимание уделяется безопасности. Но оно всегда уделяется безопасности, потому что родители, когда выбирают лагерь для ребенка, первое, что спрашивают про безопасность. Это, конечно, самое главное. И мы понимаем, что когда родители отдают ребенка в лагерь, конечно, в первую очередь 100-200% он должен быть гарантирован от того, что ребенка вернется домой здоровым. После стихийных событий в «Ласточке» был заключен договор с охранным предприятием. Все мальчишки и девчонки находятся под более тщательным наблюдением воспитателей, своих тренеров. Более того, детей со стороны здесь нет. Каждого из них воспитатели хорошо знают, поскольку тренируют не первый год в спортивных школах города. По мнению Екатерины Уба, все-таки организованный детский отдых гораздо безопаснее, нежели когда ребенок остается один без присмотра или на попечении старших детей. Уважаемые родители, помните, что в первую очередь ответственность за жизнь и здоровье своих детей несете вы. Мы должны сделать все для того, чтобы сохранить каждого, чтобы у каждого ребенка было право на счастье, нормальную, здоровую жизнь. Также Екатерина Уба подчеркнула, что сегодня очень важно последний летний месяц провести с предельной организованностью, с предельной сосредоточенностью со стороны взрослых, чтобы ни один ребенок не пострадал. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин